Друзья, всем привет! С вами Павел Морозов из Сочи. Поздравляю вас с Днём России. Я очень люблю нашу страну, огромную, бескрайнюю. И я искренне желаю процветания в нашей стране и каждому гражданину этой многонациональной Родины. Пользуясь случаем, друзья, также хотел поздравить с Днём Рождения Сергея. Это мой друг и товарищ из Пенза, кто занимается ремонтами уже 9 лет. И я знаю его лет 10 уже, наверное. И я желаю этому человеку оставаться таким же ответственным, порядочным. И желаю успехов ему во всех его начинаниях. Во всех его и наших начинаниях. Во всех. Ну, а также всего того, чего он сам себе желает. И, кстати, желаю здоровья ему и его большой семье. Друзья, кстати, есть ещё новости небольшие, но очень важные. Посмотрите, пожалуйста, ролик вот сейчас до конца. Там будет вставлен видеоряд, который вы наверняка не видели, не знали об этом. Касаемо новостей, касаемо всех тех, у кого есть сейчас недвижимость именно в недостроенных домах. Или в построенных домах, да, по принципу ИЖС, но которые имеют все признаки многоквартирных домов. То есть, отдельные входы на каждую квартиру, разнесённые стояки и так далее. А эти, значит, нововведения, скажем так, эти законопроекты касаются только тех домов, у кого ещё нет документов. То есть, это, скажем так, возможность, правовая возможность узаконить эти дома именно вот у тех, у кого вопрос ещё не решён. И у кого, конечно, дома построены по всем нормам безопасности, в том числе противопожарные, да. И также, где нет нарушений этажности, пятна, застройки и так далее. В общем, все эти вопросы будут решаться. Я думаю, что вам будет полезно на следующем видео. Российское законодательство могут дополнить статьи, позволяющие легализовать жилые самострои, сообщил вице-премьер Виталий Мутком общероссийскому порталу «Будущая Россия» национальные проекты, оператором которого является ТАСС. Подробности сейчас расскажет Максим Емельянов. Максим, когда было сделано это заявление? А Наташа издание сообщает, что такое заявление вице-премьер сделал во время одного из интервью на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Мутко считает, что наиболее острая эта проблема сейчас стоит в Краснодарском крае, где без разрешительной документации возводились многоквартирные дома. А в частности, в Сочи жилые комплексы строили прямо на первой береговой линии. По словам вице-премьера, ему непонятно, как люди покупали это жилье, не видя никаких разрешений, а теперь говорят о том, что их права нарушаются. Ну и что предлагает вице-премьер? А Наташа, я сейчас процитирую Виталия Мутко. В частности, он рассказал, может в Градкодексе, может быть в исполнительных документах, мы посмотрим, сейчас сложно сказать, но я изучал эту тему. В принципе, есть механизмы, дающие возможность даже незаконную постройку привести в соответствии с законом. Но самое главное, это вопрос безопасности. Конец цитаты. Также вице-премьер добавил, что в ближайшее время планирует посетить Сочи, чтобы еще раз посмотреть на месте правоприменительную и законодательную практику. Спасибо, Максим, за подробности. Продолжение следует...